Банки уходят в интернет. Общий мировой тренд сокращения традиционных отделений банков. Даже платежные карты вчерашний день. На пороге цифровой банкинг. Справка. Цифровой банкинг – комплекс технологий, благодаря которому банки и клиенты могут взаимодействовать дистанционно, по электронным каналам, например, через интернет-банкинг, мобильное устройство, сайты или социальные сети. Смартфон уже не только виртуальный кошелек, но и банковское окошко. Четверть населения Земли используют свои продвинутые мобильные телефоны для получения банковских услуг и для совершения платежей. Действительно, есть альтернативные варианты оплаты. Электронные кошельки уже давно у нас существуют. То есть у вас нет пластиковой карты, есть электронный кошелек. Но, тем не менее, все стандартные классические инструменты пока используются. Пока есть эта инфраструктура, та, которая уже родилась. Пока новая, она только начинает набирать обороты. И я думаю, что в ближайшие 5-10 лет, да, это произойдет. В стороне не остаемся и мы. Национальный банк одобрил стратегию развития цифрового банкинга на ближайшие 5 лет. Итак, что нас ожидает? Бесконтактные карты, оплата товаров и услуг одним касанием с помощью смартфона, новое мобильное приложение, дополнительные функции уже знакомых в мобильном и интернет-банкинге. Уже сегодня без посещения банка можно открыть депозит, оформить кредит или заказать карту. Национальный банк собирается уделить повышенное внимание безопасности виртуальных платежей. Будет создан специальный центр, который оперативно среагирует на нарушения в этой сфере. Национальный банк рассчитывает, что большая часть платежей к 2020 году примет безналичный характер. Но делая ставку на цифру, за цифрами не гонится. Мы планируем достичь безналичного оборота в 40% к концу 2020 года. Сами цифры пока никому ничего не скажут. Задача максимум, безусловно, стоит, чтобы максимальное количество банковских услуг было представлено в виртуальной среде и максимальное количество клиентов пользовалось этими услугами. Платы цифровых трудов можно будет оценить уже в конце года. В Беларуси заработает межбанковская система идентификации клиентов. Общая идея. Клиент единожды приходит в банк с реальным документом, его данные вносятся в систему, а затем получит доступ к услугам банков, так как все белорусские банки в свою очередь будут иметь доступ через межбанковскую систему к его данным и смогут ее без проблем опознать. Эта система будет особенно удобна для жителей регионов, ведь для получения нужной услуги или сервиса неважно будет, есть в вашем городке отделение банка или нет. Главное, чтобы был интернет. С другой стороны, эксперты отмечают, что переход на цифру не произойдет до момента. Клиенты-консерваторы все равно еще долго будут отдавать предпочтение отделениям банка и картам. По нашим оценкам, в ближайшие 10-15 лет произойдет смена парадигмы на платежном рынке, и банковские карточки превратятся уже в традиционный стандартный банковский продукт, и их место на рынке займут более инновационные продукты, биометрические технологии, мобильные сервисы. А банковские платежные карточки станут неким таким аналогом чеков, которые сейчас существуют, например, в Соединенных Штатах Америки, в Европе, которым пользуется наиболее консервативная часть населения. Конечно, переход на цифру потребует немалых инвестиций в программное обеспечение и системы защиты. Работа айтишников стоит дорого. Зато банки смогут сэкономить на своей филиальной сети и штате работников.